Уважаемые участники совещания, на последней встрече по вопросам реализации норм обновленной Конституции мы договорились вернуться к проекту закона в Всебелорусском народном собрании. Мною было поручено донести положение данного нормативно-правового акта до граждан, узнать их мнение, доработать его перед принятием. Результаты проведенной работы – главное, что хотелось бы сегодня услышать для того, чтобы принять решение на данном уровне. Как докладывают, публичная дискуссия проходила достаточно активно, но я это наблюдал. За 10 дней поступило примерно 500 откликов, звучали разные мнения. Знаю, что многие предложения, которые делают проект лучше и понятнее, учтены. Прежде всего, надо понимать, что собрание – важный конституционный представительный орган, орган высшего народовластия. О том, что ВНС приобретет такой статус, говорилось еще на самом первом собрании тем делегатам, которые принимали участие в нем. Всенародное наше собрание, Всебелорусское – стабилизатор общества. В этом его главная роль – стабилизировать общество на всех этапах его развития. Если возникнет необходимость, то именно на его площадке надо будет договариваться. А в обычных условиях собрание продолжит работать, как и сложилось, только с определенными дополнительными функциями. Да и встречаться будем чаще минимум один раз в год. Как я уже ранее говорил, так по-простому, по-народному. Собрались, обсудили тот или иной важнейший вопрос, приняли решение и поехали работать в трудовые коллективы, поскольку это непостоянно действующие органы. Деньги делегатам никто платить не будет. В состав ВНС войдут представители всех слоев белорусского общества. И это главное. Ну, я заметил, некоторые и в трудовых коллективах вопрос ставили. Ну, а как это, чуть ли там не собрание чиновников будет очередное и так далее. Как трудовые коллективы будут представлены. Ну, может, мы не достучались до людей, не объяснили им. Но представителей трудовых коллективов там будет процентов 90. Только пути движения в это собрание несколько иные. Ненапрямую собрался завод, выдвинул своего представителя, и он во Всебелорусском народном собрании. Там представлены и депутаты, и от партии общественных организаций. Все будут люди. А это и есть трудовые коллективы. Это учителя, это рабочие, это крестьяне, это врачи и так далее. Но это должны быть профессионалы. Это не свадебные генералы, которые приехали, посидели. Кто что-то понял, не понял, отсидел, уехал. Таких там быть не должно. Это должны быть, как я сказал, профессионалы, знающие люди, с богатым опытом за плечами. Им предстоит принимать решения по стратегическим направлениям, важнейшим вопросам государственной общественной жизни. Такова ответственная миссия нашего собрания. И мы все должны сделать так, чтобы делегаты, вернувшись на свои рабочие места, отчитались перед трудовыми коллективами по тем вопросам, которые рассматривались на Всебелорусском народном собрании. Мы это сделаем лучшим образом. Несмотря на то, что в составе НС будут уважаемые люди, оно не может вмешиваться в деятельность других органов, подменять их, исполнять их функции. Всебелорусское народное собрание, по сути, должно сохраниться как политический институт, а не перерасти в какой-то бюрократический орган. Еще один значимый институт для нашего общества – политические партии. Проект, предусматривающий корректировку соответствующего закона, ранее обсуждался и рассматривался на совещании. Он был доработан. Хочу услышать о главных основных новациях. Что изменилось? Как будем ориентироваться? Тоже важный вопрос, который может вызвать в обществе не только дискуссии, но и противостояние. Я это знаю из своего опыта, да и все сидящие здесь. Все это мы проходили в нашем обществе. Поэтому все надо заранее отрегулировать в законе, довести до людей, чтобы это не возмущало членов партии и не вызывало турбулентность нашего общества. Должен документ соответствовать, как я уже говорил, белорусским реалиям и идти от жизни. Да, мы должны видеть, что происходит на внешнем контуре за пределами нашей страны. Но главное – наша страна, наш опыт. Мы только этому должны соответствовать жизни нашей Беларуси, нашего общества. На политическом поле страны должны работать лишь те партии, повторюсь, деятельность которых соответствует основным принципам внутренней и внешней политики. Но если на Всебелорусском народном собрании, где будут представители партии и так далее, будет выработана стратегия, то этой стратегии политические партии должны и придерживаться. Что тут непонятного и что тут неправильно? Курс есть, он выработан. Пожалуйста, давайте реализовывать. Пути могут быть разные. Поэтому у политических партий есть достаточный люфт для того, чтобы предложить те или иные пути. Например, коммунисты это будут видеть более так радикально с левых позиций. Они больше заточены на государственную собственность, на плановую экономику. Ну, из опыта, из опыта. Сейчас уже несколько и курс компартии изменился. Какая-то центристская партия будет. Более либеральная, может и радикально либеральная, но преданная идеям стратегического курса будет и правая партия. В этом я ничего не вижу плохого. Но преданно стране действовать от граждан, от нашего населения, Беларуси, обязанность любой партии. Конечно, политическая система будет развиваться. И я уверен, появится новая. Патриотически настроенная партия одновременно произойдет очистка от случайных попутчиков. Все изменения не будут происходить одномоментно. Потребуется время, но начинать надо уже сейчас. Сегодня мы оценим все доработки и степень готовности обсуждаемых документов для того, чтобы принять решение о внесении их в палаты представителей. Начнем с вопроса о ВНС. Светлана Анатольевна, пожалуйста, что произошло после обсуждения? Какие инновации вам понравились и группе, которая это контролировала? Что предлагаете изменить или оставить прежний проект, как мы его рассматривали? Пожалуйста. Уважаемый Александр Григорьевич, по вашему поручению, в целях получения общественной и профессиональной оценки предлагаемых изменений законодательства, проект закона о Всебелорусском народном собрании прошел общественное обсуждение. Поступило порядка, как вы уже сказали, полутысячи откликов. Подавляющая часть предложений носила конструктивный характер. Из них две трети всех предложений касались уточнения самих редакций статей закона проекта. Порядка 40 откликов включали положительную оценку закона проекта в целом, но без конкретных предложений. И только 18 заявителей, а это 3%, высказались о нецелесообразности создания ВНС. Все поступившие инициативы были тщательно и в комплексе проанализированы. Они обсуждались на экспертной площадке Совета Республики. В итоге отклонены были те предложения, которые выходят за пределы положения Конституции, либо прямо ей противоречат. Я извиняюсь, Светлана, что перебиваю. Должен обратить внимание на вопрос. Он серьезный. Не только 3% в обществе считают, что ВНС не надо, зачем это надо, надо работать, как работаем и так далее. Люди должны понимать, что вот спокойно так не будет. Мы уже опыт имеем 20-го года. Нам спокойной жизни не дадут. Даже если мы будем этого хотеть, весь наш народ спокойной жизни не дадут. И вообще по-народному. Ну а вдруг? Ну а вдруг случится что-то неразбериха? 20-й год это была попытка внешнего мятежа, внешнего воздействия на страну. Это главное. Ну и внутри нашлись несколько тысяч человек, которые поддались этому. Ну а если внутреннее противостояние? Да, оно будет подогреваться извне, но главная причина и главные действующие силы будут внутри. У нас этого не было. Но это может быть. Особенно сейчас, когда меняется поколение, когда естественно будет меняться власть, в том числе и президент. Если появятся вот такие причины к столкновению, внутренние причины, мы что лоб в лоб, стенка на стенку, пойдем друг на друга. Этого быть не должно. А тогда какой механизм? Вот мы и предлагаем народу и государству этот механизм с Белорусское народное собрание. И это, опять по-народному говоря, надо всем 10 миллионам вбить в голову, что если только какой-то конфликт, партии там возбудились, ветви власти начали гнуться в разные стороны и прочее. Это перешло в общество, грозит гражданской войной. Что тогда? А тогда Всебелорусское народное собрание. И люди должны понимать, что есть такой орган, который соберется и примет решение. Я это говорю к тому, что наши люди вот этой гражданской войны, противостояния гражданского не испытали. Поэтому многие говорят, ну а на вождь это? Может и не треба. Дай Бог, чтобы не треба было, но всякое в жизни может быть. Это ведь почти ничего не стоит государству. 1200 человек, работающих на местах, приехали и поставили точку противостояния. Поэтому люди должны понимать, что мы смотрим в будущее. Дай Бог, чтобы этого противостояния не было, но если будет, мы решим это на вот этом народном вече. Но люди это должны понять, что это мой представительный орган, каждый гражданин Беларуси должен понимать. И если вдруг, то там решится главный вопрос. Вот это люди должны понимать. Пожалуйста. С учетом анализа всех инициатив и предложений, ряд с рациональными обословленными идеями был учтен в законопроекте. И выразилось это следующим образом. В статье 3 законопроекта дополнены два принципа деятельности в НС. Верховенство права и свободного обсуждения и принятия решений. На этом настаивали граждане, юристы, видимо, проникшись еще на стадии обсуждения основного закона его духом. Второе. В целях усиления особого статуса в НС и четкого разграничения компетенций, как вами неоднократно подчеркивалось, и о чем волновались граждане, выделена отдельная статья 4 о том, что в НС не вправе подменять государственные органы, выполнять их функции, а также вмешиваться в их деятельность. Третье. В проекте конкретизировано пожелание граждан видеть в НС. Я, известно, это еще раз перебью. Это очень важное положение, где ВНС не вмешивается, занимается своими вопросами. Но людям тоже надо, простите за слово, вбить всем нам в мозги, что не надо бежать во Всебелорусское народное собрание и загружать им вопросами строительства домов, заборов. Это не функция. Будут прописаны исключительные вопросы, глобальные вопросы, которые должны решаться в нашей стране. А вот в эти заборы и крыши вмешиваться даже инициативно не следует. Для этого местные будут органы власти, они остаются. Для этого будет правительство, президент будет. Они должны решать свои вопросы. Вот это тоже людям надо показать, что это стратегия. Как будем жить дальше, как будем развиваться? Александр Григорьевич, я остановлюсь дальше на самом институте решений ВНС очень подробно. Пока по тем предложениям, реализованным, которые были в том числе и процедурного характера и по существу дополнения норм. Так вот, граждане и говорили о том, что максимально желание участвовать в различных слоев общества в деятельности ВНС. И поэтому в статье 6 закреплено, что собрание формируется из делегатов, представляющих различные социальные слои и группы общества. Так как люди писали в обращениях, мы хотим, чтобы там были и рабочие, и ученые, и менеджеры, и делегаты разного возраста. Следующее предложение. На этом внимание особенно надо заострить, что представители трудовых коллективов там будет 90%. Также в ходе обсуждения общественного выяснилось, что не всем было понятно, как будет инициироваться решение следующих вопросов. Изменение и дополнение Конституции, внесение предложений о проведении республиканского референдума, рассмотрение вопросов о легитимности выборов, об отмене правовых актов решений госорганов, установление госпраздников и праздничных дней. Поэтому в соответствующих статьях было определено, что инициировать эти вопросы сможет президиум ВНС, либо группа самих делегатов в количестве не менее 1 трети от полного состава собрания. При этом для своевременной и полной тщательной подготовки к рассмотрению собранием таких важных вопросов, как легитимность выборов, смещение президента с должности, отмена правовых актов решений госорганов, они будут предварительно рассматриваться на заседаниях органов собрания. Мы предполагаем, что это будут комиссии. А сам порядок уже будет устанавливаться регламентом.